всем привет с вами эленчик миланчик канал замуж за чеха добрый вечер из сан ремо ну ка не буду говорить наконец-таки но вас ждет гастро-влог мы шли вечерком гуляли-гуляли и набрели вот такой знаете это даже не ресторан это такой как бы буфет быстро вот что-то такое и нам здесь предложили очень интересную вещицу по-чешски я бы назвал как обложенный талиш посмотрим что это такое если миланчик скал пиво пиво здесь достаточно дорогое где-то приблизительно за 6 евро но но друзья мои самая интересная вещь то что я поняла наверное это может быть супруга хозяин этого ресторана быстро это русская 20 лет уже живущая здесь и естественно супер говорящий по-русски поэтому мы не мучаясь сделали заказ на русском языке сейчас я вам покажу винную карту коктейли что здесь именно из алкоголя не алкоголя потому что еда я типа как бы так не нашла но в общем давайте разбираться собственно вот еще одна причина почему здесь мы остановились мама так шли-шли-шли-шли а потом вдруг раз и увидели по-русски русские надписи и думаем они зайдем к лекам и сюда так мы заказали вино какой-то типа супер-пупер вроде как итальянское вино и точнее вино а пиво извиняюсь миланчик себе заказал а я себе заказала вино хотя как вы знаете я смотрю здесь итальянцы естественно пьют это вино и вообще в течение дня и как бы вообще без проблем как тебе это пиво ну думаю что она сказала это ксерик не темный пиво это червенное пиво красное пиво лев я думаю что очень крепкое и вкусное но она и сказала что в общем-то часто его заказывает она помню здесь самое дорогое большое пиво стоит здесь около 6 евро да но как значит говорит стоит того но я ударяю по белому вину мы с этим время я перешла на белое вино именно полусладкое ну а ждем нашу тарелочку мне уже с нетерпением хочу и попробовать так посидим и наблюдаем вот такую движуху вечернюю сейчас на часах где-то полдевятого но и вот город живет и вот мне очень нравится такие узкие улочки и прям в улочке вынесены ресторанчики и бары такие всякие пиццерки собственно также как и вот мы сидим такая узенькая и маленький автобус я уже не успеваю и вот прям сидишь прям в улице здесь сказать стекол нет это не не думал что это стекло так что прям вот такой все вообще классненько и очень атмосфера я бы с удовольствием переехала жить в италию и так внимание готовимся миланчик говорит что нам уже несут сейчас мы спросим чтобы нам рассказали что там в этих на этих тарелочках будет вау классно а расскажите пожалуйста что здесь у нас есть сейчас я это картошка с духовки и ой конуна сальса можно говорить можно говорить по итальянски конуна сальса вердик и фанолоро что они делают да это бранда бранда куин это французская такое вот вообще популярная да 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 это делается с рыбой там все вместе вот да вот но это тоже это на каждого потом здесь вот прошуто круто и это а росты дима я ли анки конуна сальса кефа но уси кефа но и эти как они называются такос кон ливердуры си кон лавердзе с капусточкой скажем да и же фокача да простите уже колбаска ясно ясно здорово спасибо огромное спасибо так что вы слышали что здесь нам принесли и вот эта так называемая холодная тарелка ну как бы холодная с относительно теплым да вот смешанная то есть около 10 евро она сказала да 10 евро вот это вот вот это все но рядышком тоже заказали такую же тарелку так что мы сейчас попробуем и будем делиться гастро ощущениями я хочу сразу с вами поделиться с вами вообще эмоциями не так комфортно в италии я в италии второй раз но первый раз это было милан такой как бы быстрая групповая такая экскурсия то есть как бы не не успела я прочувствовать здесь знать я так довольна грида ли это моем и мы с планочка уже решили что сюда обязательно вернемся и так классно нам все объяснили вы видели сами что где еще пришел хозяин объяснил оказывается вот эта штуковина это запеченная рыба с картошкой рыба с картошкой очень вкусно и это типично типично именно санрывовская еда и вообще-то тарелка которую мы заказали это именно типично понятно что традиционно итальянская но вот это вот картошка с морепродуктами это именно санрывовская спице специалита очень классно картошечка вот с базалкой запеченная немножечко остренькая но тоже классненько так что знаете это классненько такая тарелочка под венцом милан заказал еще одно пиво она достаточно крепко ну как нам сказали что а ну да но самое популярное и много его любят и вкусное но оно и подороже у на бьен то бьено белисимо грация в общем вы меня поняли миланчик уже доел эту рыбку я еще не пробовала говорит очень реально очень вкусно супер очень вкусно да ну что ж пожелаем себе приятного аппетита вот такие вещички здесь вся норма можно себе заказать все вот как говорится результат до полные брюшки полные полные животики здорово и друзья мои очень вкусно очень-очень безумно вкусно вы знаете что мы любим покушать просто божественно вкусно и мы вот сидим и думаем что елки-палки даже тот же самый прошуто который покупаешь в чехии да невозможно его просто есть даже если покупаешь дорогой или где-то просто невозможно здесь же фантастише просто очень классно мы покушали реально похуднали то есть это по фантастика еще самая интересная вещь как вам говорила что здесь ресторанчик эти все пиццерки начинают разъезжать свой как будто открываются именно к вечеру и вот там как раз и подтвердили то что открываются они от пяти вечер и до конского зависимости от людей иногда до двух иногда до трех ночи голодными здесь ночью не останетесь в чехии да в чехии умрете после 8 вечера вы умрете от голода здесь нет все я переезжаю жить в италию ты тоже привет ребята все хорошо все хорошо да переселяемся в италии вот честно это мое игру я вот был один раз в италии но это была не та италия вот именно вот так нужно ее прочувствовать и зашло хорошо кто знает может мы пересилимся в италии давай на этом я влог закончу мы идем еще на открытие первого семифинала первого полуфинала который сейчас начнется в 9 вечера в казино посмотрим не знаю будет я влог сниму зависимости по ситуации потому что там особо не разрешают в казино снимать посмотрим в общем в этом влоге мы с вами попрощаемся это было реально фантастише мы гудем дальше следить за нашими репортажами и держите нам завтра кулачки пальчики все чтобы в миланчику прямо улыбнулась удачи все прощаемся и убегаем папа папа в миланчику и и и и и и и